Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня пятница, 21 августа. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. Людей старшего поколения среди наших радиослушателей много. Поэтому в первую очередь спешим ответить на вопрос, который недавно был задан по телефону. О чем же был вопрос? О повышении пенсии для тех, кому исполнилось 80 лет. Наш радиослушатель утверждал, что произошла какая-то путаница. Кто-то говорит об увеличении выплат после 80 лет почти в два раза. А вот одна женщина пошла в пенсионный фонд и ей отказали. Почему? Итак, кому все-таки после 80 лет положена прибавка, а кому нет? За помощью мы обратились в пенсионный фонд. Вот что нам ответила Валентина Амосова, ведущий специалист пресс-службы. Для начала скажем, что увеличивается не вся пенсия, а только ее часть. Страховая пенсия состоит из двух частей. Размер первой части индивидуальный и зависит от стажа и заработной платы гражданина, то есть от суммы взносов, уплаченных работодателем за него в Пенсионный фонд России за время его выполнения трудовой деятельности. Чем выше показатели, тем больше размер этой части. Вторая часть пенсии – это как раз-таки фиксированная выплата к страховой пенсии. Вот о ней сейчас мы и поговорим более подробно. У пенсионеров моложе 80 лет размер фиксированной выплаты составляет 5 686 рублей 25 копеек по состоянию на 2020 год. Это неизменная фиксированная установленная величина. При достижении 80 лет этот размер увеличивается в два раза. То есть в этом году он составляет 11 372 рубля 50 копеек. Соответственно, при достижении 80 лет размер фиксированной выплаты увеличивается и пенсия будет увеличена на 5 686 рублей 25 копеек. Со стороны пенсионера не требуется никаких дополнительных документов и встреч с представителями Пенсионного фонда России. Прибавка осуществляется автоматически и в беззаявительном порядке. Выплата пенсии в увеличенном размере начинается со следующего месяца после юбилея с заплатой со дня достижения 80 лет. То есть если, допустим, пенсионеру исполнилось 80 лет в августе, то в сентябре он получит уже пенсию в увеличенном размере. С учетом дней августа, когда пенсионеру исполнилось 80 лет, эти дни тоже будут перерассчитаны. Право на увеличенную в два раза фиксированную выплату также имеют получатели страховой пенсии инвалиды первой группы. То есть не по старости, а по инвалидности первой группы, оформившую указанную группу инвалидности до 80 лет. Увеличение фиксированной выплаты сразу по нескольким основаниям не предусмотрено. То есть если инвалид первой группы оформил пенсию ранее юбилея, 80 лет прибавки он не увидит. Еще раз хотелось бы обратить внимание, что речь идет о получателях страховой пенсии, то есть и тех, кто работал и получал белую заработную плату, у тех, у кого есть страховой стаж, зафиксированный в сенсионном фонде России, в трудовой книжке. Получатели социальной пенсии, то есть те, кто никогда не работал или работал непродолжительное время, прибавку при достижении 80 лет получить не смогут, так как социальная пенсия выплачивается в твердом фиксированном размере и не имеет в своем составе фиксированные выплаты к страховой пенсии. И хотелось бы подытожить все вышесказанное. Действительно, получатели страховой пенсии по старости либо пенсии по инвалидности второй и третьей группы при достижении 80 лет будут получать фиксированную выплату в двойном размере, то есть пенсия будет увеличена плюс 5686 рублей 25 копеек. Это по состоянию на 2020 год. Не получат прибавку 80-летней инвалиды первой группы, так как у них уже была фиксированная величина в двойном размере. И получатели социальной пенсии, это те, у кого нет трудового стажа либо работали очень мало. В остальных случаях обязательно будет производиться перерасчет. Перерасчет будет производиться автоматически или все-таки заявительная основа нужна? Нужно приехать, написать заявление и подтвердить паспортными данными, что да, мне вот 80 лет. Ничего дополнительно подвозить, привозить, уведомлять сотрудников пенсионного фонда не нужно. Со стороны пенсионера все пенсионные дела хранятся в базе и в системе. И при достижении 80 лет в автоматическом режиме будет производиться увеличение фиксированной доплаты. она будет увеличена в два раза. Ничего дополнительно делать не нужно. Пенсионер будет получать с момента достижения 80 лет пенсию в увеличенном размере без каких-либо дополнительных документов. Еще вот такую норму, пожалуйста, разъясните. Те пенсионеры, кто младше 80 лет, получают 5686 рублей. А что значит младше? С какого возраста они начинают получать вот эту фиксированную надбавку? 5686 рублей. С того момента, как только им назначается страховая пенсия. То есть, когда человек достигает пенсионного возраста, мы должны учитывать переходный возраст, так как у нас сейчас действует переход на новые правила назначения пенсионного возраста. Некоторые будут выходить по новым правилам 60 лет для женщины, 65 для мужчины. Некоторые попадают под условия переходного периода. И так как человек достигает пенсионного возраста, когда он вырабатывает необходимый стаж, и на его пенсионном счете накапливается определенная установленная норма пенсионных коэффициентов, назначается страховая пенсия. Одна часть из которой индивидуальная и зависит от стажа, заработной платы. И вторая – это фиксированная величина выплаток страховой пенсии. Это как раз и есть 5686 рублей 25 копеек. Почему у россиян-пенсионеров разная пенсия? Фиксированная часть одна, а первая часть индивидуальная, в которую включается стаж и заработная плата. Ну то есть по большому счету мы можем говорить, что 5686 рублей 25 копеек – это минимальные пенсии, правильно? Нет, это не минимальная пенсия. Это часть страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии по инвалидности. То есть наши радиослушатели, которые звонили на радио и жаловались, что вот одна женщина пошла в пенсионный фонд, она старше 80 лет, а ей отказали вот в этой прибавке. То есть получается, что она как раз получает социальную пенсию, правильно? Два варианта. Либо она получает социальную пенсию, то есть не имеет страхового стажа, либо он слишком короткий, не удовлетворяет условия получения страховой пенсии. Вторая причина, по которой не увеличена была пенсия при достижении 80 лет – это то, что гражданин является инвалидом первой группы. И изначально при назначении инвалидности у нее уже была назначена фиксированная доплата в двойном размере. Вы слушали Валентину Амосову, ведущего эксперта пресс-службы Пенсионного фонда по Ульяновской области. Недавно завершился очередной сезон образовательного проекта «Мама-предприниматель». Обучение велось в форме тренинга по основам эффективного управления бизнесом. Но учеба – это одно и совсем другое конкретная работа, где так много подводных скал и рифов. Татьяна Иванникова, прошедшая эту учебу, уже имеет за спиной опыт предпринимательской деятельности. И вот после окончания курсов она помышляет расширить свой бизнес, приблизив его к реальным запросам горожан. О своих планах Татьяна Иванникова рассказывает главному редактору нашего радио Николаю Сенчеву. Татьяна Александровна, прежде чем завести разговор о хлебе насущном, давайте разберемся с вашим именем. Уж очень оно интересное. Татьяна. А что означает это имя? Великая мученица. Знаете, здесь немного не так. Вообще-то предприниматель – это великий мученик, конечно. Но, как энциклопедия толкует, Татьяна – имя греческое. Значение имени – учредительница или повелительница. Вот видите, вы – учредительница, поскольку вы хотите учредить свое… О-о-о, и уже подали документы. Вы будете заниматься изготовлением кондитерских изделий и хлеба. Нет. Ну-ка, подробнее. Хлеб – это, возможно, в будущем, чуть попозже. Сейчас это только десерты и сладости. Потому что в хлебе нет такой большой необходимости. Есть разные хлебцы, которые выпускаются массово, доступные в продаже. А вот именно десерты сладкие, торты, пироженки – их нет для такой категории людей, как диабетики, визглютенщики. Даже для тех, кто ведет правильный образ жизни. То есть люди за своим питанием не всегда могут себе позволить пойти и купить там обычную сладость. Позволить не в плане финансов, а в плане его состава. А вообще вот вы интересовались, приглядывались, как в Ульяновске вот с этим делом предлагают наши торговые и производители подобную продукцию? Подобной продукции прямой вообще нет. Есть продукты, которые… там конфеты, которые без сахара идут с заменителем сахара. Пряники есть, печеньки. Но вот такого самого десерта нет. Ну давайте немного пошли, посмотрим на эту проблему. Скажите, а вообще хлеб у нас в Ульяновске, на ваш взгляд, хорошего качества? Он разный бывает, но в целом, вот когда вы приходите в магазин, вы уже видите, что на прилавках, на полках. Как вы оцениваете качество нашего хлеба? Мне не очень нравится хлеб. И хлеб для себя мы течем дома. У меня есть хлебопечка. Что именно в этом хлебе вам нравится? Сами вкусовые качества хлеба. Какой-то пустой, какой-то с кислинкой, какой-то понимаешь, что то ли некачественные продукты, то ли старые дрожжи. Не такой он хлеб. Я помню еще хлеб Советского Союза, который был по косту. И у меня вот как бы остались те вот воспоминания, какой все-таки хлеб должен быть. Органолептическим свойством. И поэтому я вообще, в принципе, к еде, к продуктам очень придирчива. К хлебу тоже. Да, есть ряд частных. Карин, там, соответственно, и другой оценник, но там хлеб. Похож на хлеб. Магазинов, таких как мини-маркеты, супермаркеты, наверное, они все-таки ориентированы на другую, новую категорию. И там уже хлеб идет невысокого качества. С вашим утверждением согласен. Я как-то был на Северном Кавказе. Ел ставропойский хлеб. Конечно, он отличается от нашего. Очевидное дело не только в исходном материале, в муке. Наверное, от того, как пекут его. Что добавляют? Добавить, да, можно очень много всего. И от этого и сама и структура хлеба. И плотность поменяется, и вес поменяется. Ну и, соответственно, вкусовые качества. Я, в пример, могу поставить рядом город Сыграни, Самарская область. Где-то тут, 70, наверное, километров от Ульяновска. Там Сыгранский хлеб в золото. Умечательный хлеб пекут. Много лет поддержат марку. Вот у них хлеб. Вот сколько я себя помню. Я просто родом у Сыграни. Этот хлеб не менялся, наверное, на протяжении всей моей жизни. Но вы знаете, вот наш хлебпром Ульяновский ведь тоже выпекал неплохой хлеб. Мы помним это в 80-е годы, даже в начале 90-х годов. Я не знаю, что сейчас случилось. Почему у наших жителей много претензий к продукции хлебпрома. Ведь не только хлебпром поставляет в торговлю. Масса еще и частных пекарен, о чем вы говорили. Но и среди них тоже бывает бракодел, правильно? Каждый предприниматель для себя выбирает свою нишу и свой путь. То ли он готовит хорошо, вкусно, и по нынешним меркам это стоит не совсем бюджетно. То ли предприниматель начинает экономить на каких-то продуктах, при этом теряются какие-то свойства хлеба, но в принципе в общем-то съедобно и вкусно. И цена такого хлеба значительно ниже, что может себе позволить уже больше людей. Каждый человек для себя выбирает, каждый предприниматель выбирает свою нишу и уже думает, то ли я буду готовить так, то ли мы будем брать много дешево съедобно. Татьяна Александровна, ну вот вы выбрали такую очень тяжелую стезю, многострадальную, как вы сказали. Да, как имя. Да, как и ваше имя, хотя имя все-таки это повелительница, это предпринимательница. А вы внимательно все изучили, вот те условия, которые сопутствуют нашему бизнесу, малому, среднему. Не получится ли так, что вас задушат в зародыши еще эти? У нас очень довольно-таки сложные условия для развития бизнеса. У нас достаточно сложные условия для бизнеса, не спорю. Я работаю уже год как частный пекарь. Сейчас есть определенная клеитура, определенный сбыт. Сейчас уже перехожу из частных пекарей уже в организацию, чтобы расширить немножко масштабы. Поэтому, чтобы меня задушить, ну не знаю, как минимум надо, наверное, вылечить тысяч семь вульяновских диабетиков. То есть лишить спроса на вашу продукцию, я так понял, да? Да, перестроить направление людей, которые пекутся о своем здоровье, ведут правильный образ жизни. Я даже за то, чтобы появились какие-то прямые конкуренты. Почему? Потому что это всегда дает новый виток в развитии. Тебе приходится напрягать мозг, где себя улучшить, чем себя улучшить, что еще можно придумать. Первый момент. Второй момент. Даже если вот взять хлеб, да, у нас есть завод хлебопекарный, у нас есть частные пекарни. В принципе, все живут. Всем достаточно. Все производители хорошо живут. Кто-то хорошо, кто-то похуже, кто-то очень хорошо. Но вопрос в том, что они все на рынке, и в этом есть потребность. И на проект я пошла для того, чтобы будут уже легализоваться, как бы немножечко расширить свой проект, свою меню-пекарню, потому что одна я не справляюсь всем потоком заказов, который идет. Даже дошло вот до того, что как на потоке, да, были клиенты и новых клиентов, желающих тяжело взять. Сейчас мы эту проблему уже решаем. Мы начали брать новых клиентов и привозим все это в нормальный законный организатор. Создаете коллектив, да, небольшой свой? Да. А трудно было подбирать работников? Мы сотрудничали уже последние полгода с этими сотрудниками, с этими людьми. Они помогали мне, потому что были очень большие заказы. А моя продукция, она относится к категории скоропортящихся. То есть только несколько видов продукции, у кого есть срок хранения 6 месяцев, а в остальном это 72 часа. И работаю я по предзаказу. То есть нельзя вот так вот ко мне раз и прийти, что-то готовое нет. У меня только можно заказать. Вот я хочу уйти от этого, чтобы была еще продукция в наличии. Но так как 72 часа все-таки этот срок очень маленький, когда очень большие заказы, соответственно, одна я с этим не справляюсь. Одна из главных помощниц – это моя дочка старшая, которая уже вниклась, прониклась всем этим, которая фактически училась со мной. Потому что это было любопытно и интересно. И, соответственно, когда знаешь азу, тебе легче научить ребенка. Я очень надеюсь, что она сейчас у нас идет в 9 класс и пойдет уже по стопам либо на повара, либо на кондитера, чтобы наработать вот эту вот основную базу приготовления. Потом уже будем развивать ее в направлении диетологии и трициологии. Подробнее расскажите вообще о себе, о своей семье. Вы и кто по образованию? По образованию первое образование – это я бухгалтер-экономист и юрист. Это было в далеких 2000-х годах. Сейчас уже диетолог, трициолог и пекарское дело. Родители, какие передались вам профессиональные навыки? Вы любите это дело кондитерское? Разбираетесь в хлебе, толк знаете, как выпекать? Наверное, больше разбираюсь в бисквитах. Все стоит в сердце. А опыт работы у моей мамы был очень большой. Она работала в советское время в детском саду поваром. Прабабушка у меня очень пекла вкусные пироги, большие. Мне всегда это очень нравилось. Но это, конечно, традиционная кухня. Я уже ушла на диабетическую. У меня ребенок, средний сын. У нас тоже диабет. Это было одно из подталкивающих моему нынешнему ремеслу. Ну, вообще-то направление вы выбрали, конечно, такое дефицитное, что ли, можно назвать. У нас ведь не выпекается такой кондитерской продукции, предназначен для больных диабетом. Почти нет. Хотя в других городах есть. Да, во многих городах уже есть такие пекарни. Они открываются. Эта профессия ее популяризирует. Она нужна. Есть спрос на эту продукцию. В принципе, по природе все не то, что одинаковые, а продукты, независимо от состояния здоровья, от своих каких-то личных принципов. Ни одно день рождения не обходится без торта. Ты, если ты дружишь с вегетарианцем, к примеру, и едя на день рождения, да, ты понимаешь, что, в принципе, на день рождения должен быть торт. Самое главное – украшение рождения. И мы стремимся к тому, что это было доступно. Человек и так лишен многих радостей. А если он еще болеет диабетом, он не может прикоснуться ни к пирожному, ни к торту. Это здорово, что вы будете изготавливать такую продукцию. Я ее уже изготавливаю. Да, которая будет востребована вот такими людьми. Тем более, действительно, болезнь эта распространена. И у нас, в том числе, в нашей области много диабетиков. Скажите, Татьяна Александровна, как проходила учеба? Вообще, интересно она была? Тяжелой, сложной? Как любая учеба достаточно сложная. Немножко ограничена была во времени, потому что я мама пятерых детей. Домашние хлопоты кто не отменял. Пять детей. Ну, вы мама-героиня. Мама-героиня. Сейчас десять детей. Сейчас пять детей. Надо быть героиней, чтобы их поднять на ноги. Ну, у вас, вы говорите, старшая дочь уже помогает вам. Да, у меня есть старший сын, старшая дочка, средний сын и младший сыночек, младшая дочка. Вы уже стали настоящим предпринимателем, расширяете свой бизнес. У вас будет коллектив. Скажите, что-то меняется в вашем взгляде на предпринимательство в связи с этим? Вы чувствуете какие-то обязанности, которые могут налагать на вас само это дело? Трудности, которые будут возникать? Вы вообще к этому готовы? Наверное, выросла и для себя. И готова. Я отчетливо понимаю, что это большая ответственность задержать. Это штат-то даже там где-то 3-5 человек. Большая ответственность, потому что у них также есть семьи. Они также хотят кушать. Переходя на работу, для себя ставят задачу именно заработать. То есть для меня приготовление сейчас до определенного момента было, это какой-то творческий процесс. А сейчас для тебя я уже перешла, что любое хобби, наверное, должно приносить деньги. Потому что ты тратишь время, душу. В какой-то степени надо это компенсировать. Я верю в то, что у меня как бы все получится. Потому что это благое дело. Независимо как бы там не от конкурентов, финансовых возможностей. Потихонечку идем к своей цели. Я надеюсь, что в будущем, да, то есть у меня будет не только пекарня, а будет и кафе какое-то, в которое может прийти там любой ребенок, любой человек, да, и сказать, я хочу вот этот тортик или я хочу это пирожное. Ему можно будет это пирожное или этот тортик, независимо от здоровья, своих ограничений. Как здорово, что у вас есть горизонт, цели, и вы к этому идете. Вот это кафе откроете. Это будет вообще интересно. Пока мы будем работать по предзаказам, потому что становление пекарня – это все-таки такое большое финансовое вложение. Не могу сказать, что у меня там где-то спрятано 3 миллиона, чтобы пойти и открыться. 3 миллиона – это, конечно, для создания среднего бизнеса. Это деньги, это нет, не деньги, это мало, конечно. Ну вот для среднего бизнеса, для тех людей, которые в бизнесе, да, это может быть небольшая сумма. Но для среднеэкологической семьи эта сумма достаточно большая. Ну что, будем ждать вашу продукцию. Интересные ваши тортики, пирожные, кексики. Правильные. Правильные, да, правильно. Без химии. Химии-то не будет там? Нет. Те консерванты, которые используются, это, в принципе, природные консерванты. Без них вообще сейчас ничего нереально сделать. Но если задуматься, та же соль, тот же уксус – это наши природные консерванты. Вот у них, конечно, с использованием природных консервантов, в принципе, и сокращается срок годности готовой продукции. Чтобы увеличивать срок годности продукции, приходится уже добавлять неприродные консерванты. И это уже не совсем полезно, совсем здорово. Беседу с Татьяной Иванниковой, мамой-предпринимателем, подготовил главный редактор нашего радио Николай Сенчев. У микрофона Наталья Козина. Я продолжаю утреннюю передачу. На улице Гончарова в доме 11 размещается МФЦ. Там же можно обратиться в Центр защиты прав потребителей Ульяновской области. Традиционно самыми массовыми жалобами являются причины нашего недовольства услугами ЖКХ. Но, как утверждает Денис Литвинов, руководитель этого центра, к ним поступают жалобы разного рода. Какие? Вот что он ответил. Добавились случаи, связанные с пандемией, это вот, например, кредитные каникулы. То есть люди, которые не могли в период пандемии, ну и сейчас имеют сложности с выплатами своих кредитов, освобождаются на 6 месяцев, перерыв делается в их платежах, без каких бы то ни было штрафных санкций. Как только эти кредитные каникулы были введены, некоторые банки не хотели их предоставлять. И поэтому мы разработали образец заявления в банке с расчетом на то, что даже если банк не предоставит кредитных каникул, штрафных санкций в последующем при помощи этого заявления на людей наложить будет невозможно. В конце концов, через суд это можно будет отбить. То есть есть какие-то банки, которые вот никак не хотят идти навстречу людям. Но вот на сегодняшний момент эта проблема уже ушла. Банков недисциплинированных практически не осталось. Интернет-покупки. К сожалению, активизировались интернет-мошенники. То есть на сайте это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. По факту это какое-то физическое лицо, которое хорошо, если что-то пришлет, а в основном ничего не присылает. Ну и плюс все-таки жизнь продолжается, поэтому у людей есть собственность, ее надо обслуживать. Например, автомобили, запчасти, расходники. Человек хочет, не хочет, а все равно идет, покупает, ставит на машину, чтобы за покупками, за теми же самыми, какие-то семейные проблемы свои решать. Вы говорили, что к вам обратились из-за неразберихи с кредитной историей. Человек взял кредит, платил. Потом получилось так, что он потерял работу, встал на биржу труда, платил вот небольшие деньги с этой биржи труда. Он посчитал, он заплатил. Тем более банк никакой информации, никаких документов ему не предоставлял. Прошло три года, человек, так сказать, ни сном, ни духом, и вдруг его счета арестовывают. Выясняем, банк подал на него в суд и без него суд вынес решение. Ну, видимо, опять же, это неразбериха, связанная с пандемией и так далее. Мы это решение отменили, и, соответственно, сейчас будет рассматриваться исковое заявление в отношении него. Мы уверены, что у нас есть все доказательства для применения срока исковой давности. То есть банк в течение трех лет никаких вопросов ему не задавал, никаких претензий ему не предъявлял. А сейчас вместе со штрафными санкциями ему выставили полмиллиона долга. У него кредит был первоначальный 120 тысяч рублей. Он его выплачивал. В дальнейшем он выплачивал с биржи труда практически все деньги, которые получал. А сейчас оказалось, что он еще и полмиллиона должен. Но я думаю, что мы это дело отстоим, потому что уже первое судебное состоялось. Мы доказательства все представили с той стороны, со стороны банка. Никаких аргументов, которые бы разрушили эту позицию, не представлено. Мы сейчас ждем окончательного судебного решения, уже освобождения от этого долга. А вот было обращение из-за некачественного ремонта квартиры. Состоялось решение суда. Дело в том, что с индивидуального предпринимателя взыскали практически в два раза больше, чем ему передали денег. Он ничего не сделал, нарушил все сроки, никак на контакт не пошел. Ну и, соответственно, суд это все рассмотрел, принял во внимание и взыскал с него 150 тысяч рублей. В целом там и моральный вред был, и штрафные санкции были. Но вот он взял за свою работу 70 тысяч, заплатит 150. Еще была жалоба по поводу неработающего USB кабеля. Да, интернет-покупка – дешевая вещь, но, понимаете, мы не обращаем внимания на цену вопроса. Мы смотрим на законность или незаконность. Человек пришел, ему сказали нет. Он пришел к нам с нашими аргументами, ему сказали да. И все вернули. У вас было обращение от женщины, которая купила дорогого породистого кота. Да вот паспорт был оформлен неверно. Добрались до суда, и женщина получила компенсацию морального вреда – 5000 рублей. И, соответственно, заводчик пошел навстречу, согласился исправить все документы, связанные с котом. Она уже кота этого сама отдавать не хотела, хоть и ошиблась в первоначальном своем выборе. Ну, она удовлетворена, счастлива. Заводчик, я надеюсь, получил урок, и больше в суды он такие ситуации доводить не будет. Ну, и работать будет более качественно. Расходы он понес. Еще жалоба. Дом не достроен, а собственники уже получали счета за ЖКХ-услуги. Эта история нас очень сильно стимулировала, мы удивились. Дело в том, что женщину обманули с достройкой дома, то есть она не может вселиться, не может жить. А тут еще и коммунальные платежи ей стали выставлять помимо счетчика. Есть такая схема расчета, когда счетчик не работает, и, соответственно, вам выставляют, как будто бы вы постоянно потребляете, исходя из объема трубы. У нее выходило в месяц, там, уже до 10 тысяч рублей ей начисляли. Она в этой квартире жить не может, потому что это не квартира, а строительная конструкция. Этот сам счетчик ей не передавали, сам застройщик устанавливал. У застройщика сейчас большие проблемы с достройкой этого дома, но вот коммунальщики решили воспользоваться этой ситуацией, с кого-то взыскать. Дело осложнилось тем, что в суде выяснилось о наличии в отношении ее уже действующего судебного приказа. То есть коммунальщики подсуетились и, опять же, без нее получили судебный приказ, он уже у приставов, с нее уже собирались эти деньги взыскивать. Об этом мы узнали только в суде, отменили судебный приказ. И вот буквально на прошлой неделе состоялось решение суда, по которым были признаны эти договора недействительными. Договора по поставке коммунальных ресурсов заключили не с ней, с ее супругом. Ну, там хорошо поработали коммунальщики, я прям восхищался ими. Тоже ей компенсировали мораль и вред, и, естественно, отменили весь этот долг. Я думаю, что это будет хорошим уроком не только вот для коммунальщиков, которые у нас были ответчиками, а вообще для всех коммунальщиков в Ульяновске, что такие вещи не проходят. Было обращение по поводу некачественных зубных протезов. Ну, в этой ситуации положительная история в том, что до суда не довели, согласились переделать протезы, переделали. Человек сейчас уходит довольно счастливый. Мне кажется, это тоже, в общем-то, итог нашей работы, связанный с тем, что более внимательно стали относиться к людям. К сожалению, все равно проблема есть в протезировании. Может быть, там, связано с плохими специалистами, с недостаточным подходом, но до суда пока не доводят. Вернее, уже не доводят до суда, уже переделывают. Еще раз напомните нашим радиослушателям, а как с вами связаться? К нам можно прийти в очном порядке, но с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. К нам можно обратиться через сайт, к нам можно обратиться по телефону. 41-44-27, это вот сейчас наш новый телефон, и 97-55-22. Находимся мы по-прежнему на Гончарова, 11. В МФЦ, там специалисты МФЦ, любой специалист подскажет, где мы находимся, как нам пройти, и, соответственно, как получить помощь. Лучше всего обратиться вот на самом первоначальном этапе, проконсультироваться. И это уже будет большим заделом для решения всех задач. Вы слушали Дениса Литвинова, руководителя Центра защиты прав потребителей Ульяновской области. Музыка, театр, педагогика и ученики – вот что Ирине Юстус помогло приблизиться к идеалу. Она так и написала об этом в предисловии к своему второму сборнику стихов, который назвала «Внутреннее действие». Действительно, что? Какое внутреннее действие заставляет нас совершать те или иные поступки? Что движет нашими порывами? Какой внутренний стержень? И есть ли он, этот стержень, внутри нас? Как мы его создавали, растили и укрепляли? Во время встречи я спросила Ирину Юстус, а вы кто? Педагог? Музыкант? Театральный деятель? Поэтесса? Или, благодаря чему мы с вами впервые познакомились, старший по дому и руководитель ТОС «Речник». Ведь свой первый репортаж я тогда подготовила из подвала жилого дома, где Ирина Юстус создала кают-компанию и музей с уникальными документами из личных архивов работников речного порта жильцами этого дома. Вот что ответила Ирина Викторовна. Может быть, сейчас я бы немножко по-другому написала «Искусство педагогика и ученики», потому что я человек, который свою профессиональную жизнь должна была посвятить искусству, то есть учитель музыки, учитель театра. То есть я служу искусству, увлекала детей, увлекала студентов. Почему педагогика? Потому что для меня педагогика – это искусство любви, искусство любить детей и людей в том числе. Поэтому без этого никак нельзя обойтись. Вот сейчас занимаюсь общественной работой и понимаю, что лето тяжелое для детей, лагерей нет, и что дети предоставлены сами себе. И вы понимаете, вот для меня очень тяжелое лето, потому что в нашем ТОСе дворечников открылся лагерь «Лето во дворах». Прекрасный проект, очень нужный проект, замечательный проект. Ну, может быть, шероховатости. Первый блин он всегда такой вот, но он не комом. И вот эти детишки, вот они сидят в мастер-класс, к ним пришел преподаватель. Вот я сижу вместе с ними, смотрю на их моторику, смотрю, как они с трудом там понимают. И вдруг я попадаю в дворовую детскую команду. Так вот, люди взрослые, когда они приходят и хотят меня обидеть, что ты достаешь наших детей, хотят как-то по-другому внутренний мой мир задеть, мне помогает педагогика, потому что дети со всего двора бегают и по четыре раза со мной здороваются. Это самое ценное, что я сейчас получила от этого тяжелейшего своего лета, когда три проекта на одной площадке, то очень сложно. И в то же время, вот ради этого я еще могу чуть-чуть потерпеть, потому что я вижу глаза этих детей. И вот даже в последний момент такой голубь, ну, видимо, они его сильно уже помяли, кошки тоже помяли. Они мне говорят, а что делать с голубем? И я понимаю, что я влипла. Я говорю, ну, чё ж, придется мне его забрать. И так приятно потом они каждый момент. На балконе у меня голубь. Ну, правда, уже, слава богу, улетел. А мои две кошки, они просто обожают голубей. Говорят, дичь принесли прям домой. В общем, интересная, веселая история. Но это ведь проверка на ту самую педагогику. И эту проверку, я думаю, в 2020 году я выдержала полностью. Она меня спасает. Никто не может меня достать, зацепить, потому что во мне живет эта педагогика. Я ее всю жизнь прослужила, и она меня спасает. А ученики, вы знаете, вот этот же сборник, но я до этого была знакома с удивительным человеком, редактором. Мне же ведет на редакторов. Это Тамара Васильевна Лепилова. Боже мой, это человек, который мне тоже подарил вот такую книжечку. Здесь не стихи, здесь высказывания. Написано от руки, с какими-то приклеенными рисунками, с какими-то удивительными душевными и духовными порывами. И когда она мне сказала, именно она написала вступительное слово к этому, она и благословила меня на ту книгу, которая называется «Ахтунг. Любовь». Вот встреча с такими людьми, она меняет и дает силы, потому что я считаю, что я совершенно не поэт. Но, значит, это кому-то надо. И вот долго думая о том, надо мне к вам сюда приходить, я все-таки думаю, что надо. Пусть люди не боятся себя внутреннего и его не запихивают в пятку, и не забивают его. Вот меня очень часто спрашивают, а какие у вас стихи про гномы? Это что у вас в гномочной серии? Кто это? Скажите, пожалуйста. И вы знаете, на этот вопрос я до сих пор не могу ответить. Кто это? То есть у меня есть гномочная серия, я ее очень люблю. И я только сейчас, вот спустя много лет, могу понять, а, наверное, это мой внутренний ребенок. Ирина Викторовна, давайте читать стихи. Хорошо. Начну с моих круг. К сожалению, не получаются из меня маленькие стихи, но вот это стихотворение, все стихотворения в кругах, это не больше четырех или шести строчек, а не зарисовка. Зарисовка той жизни, в которой ты идешь, бродишь и что ты получаешь. И вот здесь есть одно очень последнее крох, которое мне понравилось. Это зарисовка с дамбы. Я увидела пакет. И посмотрите, как здорово, мне кажется, получилось. Пакет загордился, он шарик воздушный. Ветер исчез, осунулся, скучно. Почти про нас всех. Очень люблю вот это стихотворение. Суета-суетушка позвала соседушку. Приходи, терпенюшка, угощу обедушку. Отказаться не смогло, в гости к суете пришло. Долго-долго за столом все болтали обо всем. Лопнула терпенюшка. Ох, суета-суетушка. Сегодня Ирина Юстус, ученый, педагог, руководитель ТОС Речник, автор двух поэтических сборников, гости нашего вечернего эфира. Начало в 19.20 не пропустите. Вот и все. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...